Здравствуйте, Домара Владимировна. Здравствуйте, Григорий Олегович. У нас такой день, который раз в 4 года бывает. 29 февраля 24 года. Высокосный год. Уже в марте месяц завтра. Давайте поговорим. Мы с вами в Тереписке остановились на том, на приглашении взрослых в процесс воспитания через взаимное обучение. Да. И вы сказали, что вам надо как-то, вы не очень готовы это делать. Да, у меня все время этот вопрос был. Я как бы его задавала и вам, и себе, и не получала ответ до конца сама для себя. И все-таки я сейчас, пока что, на сегодняшний день, я все-таки думаю, что приглашать сторонних каких-то взрослых пока что, наверное, не то, что нецелесообразно. Может быть, оно и целесообразно. А по этическим вопросам не нужно. Потому что сейчас очень остро стоит вопрос отношения родителей к своим детям, кто обучает. Они идут специально на какие-то мероприятия, и важен все равно спикер. Ну, спикер или кто-то наставник, как его ни назвать, все равно. А когда я начинаю приглашать каких-то сторонних людей, я обязана уведомить их, кто это, почему и на каких основаниях участвую. Подожди, кого их уведомим? Родителей, как минимум. Я веду себя ответственно за образовательный процесс. Я не частная школа. И этот процесс гораздо сложнее, чем, допустим, в той же частной школе. А, подождите. Значит, получается, что даже нужно уведомить родителей всех детей, что придет вот такой-то конкретный Иванов или Иванова, да? Конечно. Потому что в программе у меня не заявлено это. И если я кого-то приглашаю, я это обязана согласовывать. Ну, то есть, я был немножко, я напрягся от этического вопроса, как вы сказали. Это, наверное, не этический, юридический вопрос. Ну, он смежный такой. Понятно, что юридически однозначно, но и этический в том плане, что если я приглашаю, я беру на себя вот это самовольство. А так как я работаю в государственной, как бы то ни было, структуре, я этого самовольства не имею права совершить. Ну, это понятно, сто процентов. Значит, это должно быть одобрено руководством или даже, может быть, чтобы всем было хорошо, тоже будет написано распоряжение или приказ. А вот вы сказали, что у вас этого в программе нет, именно что будут участвовать другие взрослые. А вы можете на следующий год это включить? Взрослые должны быть педагогами, так как они работают с детьми. Если у них педагогическое образование, они должны предоставить документацию о педагогической деятельности. Потому что не просто так я получала образование, чтобы работать с детьми. То есть я частным образом работала с детьми, не имея педагогического образования. А когда пошла уже работать, пусть даже в дополнительное образование, первое, что мне поставили условия, у меня должно быть образование. Ну, понятно, диплом, понятно. То есть мы проходили педагогию возрастную, и там очень много именно было психологических, может, даже не столько педагогических дисциплин было много. Ну, хотя они тоже, конечно, были, но их было в меньшей мере, потому что мы все-таки педагоги дополнительного образования. Это я такой универсал математик, все-таки это созвучно со школьной педагогикой какой-то. Многие у нас, они же там рисуют, танцуют и все остальное, и поэтому для них не столько педагогика была, сколько психология детская. И классы, и ее каких-то там моментов. Поэтому это важно. Понятно. Ну, вот с той практики, что я знаю, там в основном были приходящие люди, ну, в основном 90% случаев. Это мамы кого-то из детей. Но при этом мы держали установку, что мама со своим ребенком не работает в паре. Она работает с другими детьми. Вот. Чтобы, ну, не выделять, и вот эту связь, которая у них дома, ее там не используют. Ну, понятно, что у родителей тоже может не быть, и, скорее всего, нет педагогического образования. Конечно. А, ну, понятно, да, понятно. Смотрите, работа с родителями может быть построена, потому что она идет в рамках воспитательной части. Работа с родителями и детьми есть совместные, естественно, вот я буквально в эту субботу проводила именно совместные мероприятия. Детей и родителей приглашали, они там участвовали каким-то образом. Понятно, что они не преподавали своим детям, они были как участники, выполняли какие-то задания, там, ну, такое совместное, часовое было, ну, чуть больше, там, мероприятия. Естественно, их нужно проводить. Возможно, в районе, как сказать, мастер-классы какие-то, в виде мастер-классов, но сказать, что я буду проводить ежедневно какие-то постоянные занятия, и чтобы у меня постоянно присутствовал кто-то из родителей, это не то. Да, постоянно мне идет, сейчас точно не идет речь, по крайней мере, я это сам не имею в виду, я имею в виду какие-то факультативные, ну, когда может, этот родитель, родители тоже люди заняты, вот, поэтому, когда вам это подходящее, и когда родитель может, визуально они приходят на какое-то короткое время, и все, вот в этом смысле, но когда получается, что, в принципе, окно не закрыто, форточка не закрыта, и родители, возможно, участвуют, да? Мастер-классы, но это как отдельное мероприятие, да? Ну, как сказать, не, я имею в виду не вот так, что пришло сразу пять родителей, я сейчас с вами хочу поговорить, если можно чуть-чуть камеру наклонить, а то у вас голова прямо ниже середины, вот, да, начните это самое. Родитель участвует один, и очень короткое время, там, 45 минут, или, там, два раза по 45, сколько он там может, он может даже среди урока прийти, вот. И та практика, которую я знаю, которая была, там, как учительница, прямо в нормальной государственной школе, она родителю объясняет, как ли ему в паре, что, ну, поручает ему какую-то функцию, вот, заранее, и в паре так работает. То есть он фактически, хотя он и взрослый, но он фактически, я бы сказал, в какой-то мере играет роль ребенка. То есть он не прикидывается ребенку, но наравне с ними так передает какие-то акванты, вот. И, естественно, свою взрослость он проявляет в работе, вот, ну, да, как пример, как образец, вот, ну, это просто по факту. А так-то он, в общем, работает как рядовой, ну, участник в паре. В том числе он может и выполнять роль эксперта, который проверяет там что-то. Вот. Ну, ладно. Хорошо подумайте об этом, может быть, как-то в индивидуальном порядке договориться с конкретным родителем. А, кстати, у вас мероприятие было в выходной день или в рабочий? В выходной. В родной. Это важно, потому что вы работаете в рабочие дни, у вас занятия. Вот. И в рабочее время, скорее всего, в большинство родителей занят. Вот. Ну, хотя бы сейчас был, сейчас было бы интересно потенциал этого, как по времени выяснить, есть ли родители, которые могут выделить там рабочее время, именно когда у вас занятия, и прийти. Может быть, и говорить не о чем, может быть, таких родителей, и просто ноль. Вот и все. Скорее всего, потому что даже в субботу не все родители смогли прийти. Ну, это понятно. Вот. Это жизнь и жизнь. Вот. И, кстати сказать, я сейчас подумал, что родитель может приходить даже не в ту группу, где его ребенок. Вот. То есть не надо вот на это нацеливаться, чтобы он приходил, где его ребенок. Я считаю, что это даже плохо для ребенка. Он будет ориентироваться на домашнее отношение с мамой, ну, как-то учитывать этот человек. И это будет портить все дело. Ладно. Ну, хорошо. Давайте тогда эту тему пока поставим на паузу, да? Да. Я думаю, что пока еще. Вот. Не знаю, как это. С точки зрения в целом, вот так, технологически, и как процесс воспитания чрезвычайного обучения, в будущем я вижу, это будет все равно, этот вопрос будет решен. Я имею в виду именно в административном смысле, в юридическом и так далее. Но, конечно, не в следующем году и не через пять лет, а где-то в более отдаленной перспективе. Когда люди поймут, что... Ну, это я сейчас свое мнение высказал, и надеюсь, что поймут взрослые, что это необходимо раскрывать процесс. Именно в человеческом смысле делать его доступным в будущем. Чтобы там не было вот этого монополия учителя. Моно, как бы, ориентация. Вот. Я такой пример приведу из иностранных языков, что дети очень неплохо осваивали иностранный язык. И с одной учительницей они хорошо получают. При смене учительницы они ничего не понимают из того, что говорит учительница. А можете предположить, почему? Ну, они привыкли к ее подаче, к ее речи, к тембру, к скорости. Вы будете смеяться и удивляться сейчас. Я расскажу такой случай. У меня в воскресной школе здесь, в Германии, ну, русскоязычные родители приводили в нее свои дети. Ну, и обычно они уходили куда-нибудь по магазинам, как обычно это родители ведут. А некоторые иногда оставались. Ну, а делать же им нечего. Ну, и вышла такая ситуация, что была учительница ангелийского языка у нас. Очень такая, очень опытная женщина. Уже лет под 60 было. Она всю жизнь преподавала. И темперамент у нее такой мощный. Я говорю, а вот давайте, родители, давайте вы вот сейчас позанимаетесь с учительницей английского языка в паре английским языком. Ну, у них у обеих было удивление такое, на лице, знаете, для родительницы, для мамы это было неожиданно. Ну, я все это как-то проговорил, и нормально. А что делать? Я говорю, так вот, очень просто учительница сейчас возьмет английский какой-нибудь текст, будет вам читать, а вы за ней будете просто повторять. Вот. Совершенно примитивная такая вот работа, когда один тренер, а другой у него тренируемый, да? Мы знаем этот алгоритм с вами. Вот. И я дал, ну, она нашла текст быстро, и у нас такой был столик круглый, ну, как в буфете, знаете, для того, чтобы стоя там заниматься. И вот мы стоим втроем около этого столика, и я налаживаю процесс. Учительница английского набирает много воздуха в свои тренированные, легкие, и таким очень дикторским голосом начинает с выражения читать эту английскую, английский текст. А та стоит, ну, мама, значит, глазами хлопает, и она в стрессе, потому что она, ну, она сразу сказала, что она давно когда-то английский, там вообще ничего не помнит, и так далее. Ну, и я-то прочитала одно предложение и смотрит на меня. Я говорю, ну, а что вы делаете-то? Она же ничего не может это повторить. А она с таким вот мужчином, ну, прямо с возмущением, говорит, пошел же мне по кусочкам, что ли, читать. Ну, представляете, это ситуация, да? Вот. И я говорю, ну, да, по кусочкам тоже. Она не может, у нее нет такой оперативной памяти слуховой, чтобы много слов сразу запомнили. Значит, не по-русски, это на иностранном языке. Тем более она давно-давно когда-то учила это где-то там. Ну, она так похмыкала и прочитала половину предложения. А эта женщина все равно. Опять это похмыкала и начала читать там по два слова, потом вообще по одному слову. Короче, я минут, наверное, десять это все налаживал, чтобы так сделать, чтобы мама могла повторять. Ну, и вижу, что процесс пошел, и они так как-то поуспокоились обе, и, ну, там, пол текста уже проработали, и я пошел там своими делами. И, значит, через 15-20 я прихожу и смотрю на них, они такие вдохновленные, такие, знаете, возбужденные, радостные прямо. Вот они в запое это делают. Я в ней им нравился. А я так посмотрел на них вот так внимательно и говорю, подождите, подождите. А тут лежала бумага, я дал в руки учительнице лизбумаги, и говорю, сделайте вот так. Ну, вот можно обретать прям лист вот так. Понятно, да? Артикуляцию. Да. Она закрыла и стала читать. Я говорю, читайте. Вот. И выждалась. Женщина за ней ничего повторительного. То есть вообще. Они обе в шоке. Обе. Они не понимают, почему. Только что было, все хорошо получало. Вот. А я почему дал здесь бумаги? Я увидел направление взгляда этой мамы. Они стояли довольно близко друг от друга, и было видно, что она смотрит ей на губы. Прямо сильно было видно. Она прямо вот, как вот немое, немое, знаете, они по губам читают, да? Вот она прямо читает по губам. А у нее прям вот так вот, прям, глаза прям вот, пились, можно сказать, ей в губы. Вот. И когда губы закрыли, она ничего не смогла вообще воспроизводить. Ну, и я тоже, я предположил, только я никогда этого не видел и не пробовал. А тут вдруг это моя гипотеза, раз, и подтвердилась. Они прямо ошалели. Я говорю, понимаете, она у вас губ все считывает, она не слышит ничего. А это учитель, который 40 лет стажа, понимаете? И она об этом не знает. Я к чему сейчас эту байку так подробно рассказал? Она ведь не только вот с губ считывает, не про эту байку, а к тому, что вот, как один учитель объяснил что-либо, математику, не важно что, то вот дети так и воспринимают. А когда многогранно идет вот это, из разных источников, получается голографическое знание. То, которое со всех с разных сторон мы смотрим на одно и то же. С разными звуками, с разными губами, с разной вот этой вашей подачей, как вы сказали, да? Вот. И получается тогда у тех, кто воспринимает это все, у них вот такое полиморф, такое, какое-то, вот такое, многоцветное, я бы сказал, если цветом это представить, представление о том, чего их передают. И оно, конечно, более серьезное, понятное, долговременное, еще такое. Поэтому присутствие разных людей, даже в примитивном смысле, только про знание, если говорить, оно очень, очень важно, чтобы у детей было разнообразие, чтобы не было вот это хождение за ведущим и одним, монопольно такое, вот как гусята или утята из-за мамы. Я сейчас вам хочу сказать, будет масса возражений учителей, потому что я же сталкиваюсь тоже, как дети приходят, и мне говорят, а у нас требуют это так, и больше как. Я говорю, а теперь рассказываю, смотри, вот здесь можно еще вот так, и вот так, и вот так, а нам нельзя, это же неправильно. Я говорю, кто сказал? Учительница. Представляете, такой учительнице, кто-то придет и что-то будет говорить такое? Не, ну да. Ну смотрите, я не накладываю это ни в коем случае на сегодняшний действующий процесс в классе сегодняшний. Потому что они заложники класса, ну вот этих вот требований и как бы вынуждены дать именно то, что программа требует. Ну это все я знаю, да, да, действительно все так. Ну ладно, давайте эти все наши как бы иллюстрации через эти задвижения. Мне очень интересно, что у вас происходит в реальном процессе. Скажите что-нибудь, пожалуйста. Ну мы с ребятами попробовали пятый, шестой класс. У меня слоны наши доблестные. Сайт слонов, так сказать, слонов и жрайлов. А можно я сейчас эту картинку выведу, хорошо? Хорошо. Ну что, мы разговаривали, а картинка была бы и здесь. Наверное, это будет вот так интересно. Сейчас вот так вот. Ну вот скажите, когда она появится? Нет. Зум немного сейчас. Есть. Есть. Вот. Ну это та картинка, которую я вам говорил перед началом. Я эту картинку нарисовал после разговора с Денисом Решетовым. И как я понял назначение сервиса словно жрайлов, о котором вы сейчас начали говорить. Я пару слов скажу о нем, ладно? Как реклама такая вставка. Вот. Сервис мне не объяснил, что он его задумывал и делал и сейчас осуществляет. именно в смысле, чтобы ну я бы так такой глагол употребил вынуждать или принуждать людей оффлайн общаться. И поэтому он не включил в сервисе нет возможности найти наставника и с ним онлайн получать знания. А там можно найти только ну какой-то квант, а получать его нужно от человека оффлайн. Вот эту мысль я изобразил вот на этом рисунке. То есть опора. Я такой здесь образ задал. Помните древние думали, что земля покоится на трех китах. Похоже, да? Так, а три кита это что у нас будет? Ну у нас это будет, ну я не три сделал, я два только взял. Два стола? Нет, опоры на слон и жираф. Все понятно. Слон и жираф это опора воспитания через взаимное обучение. То есть это инструмент, который обеспечивает, чтобы это было. такую мысль я здесь говорю. Ну а уже заодно скажу, что нарисовал эту картинку вот где люди сидят за столами художник из Табаровска. Его фамилия Шлопак Сергей Сергеевич. Вот он так талантливо рисует. Значит здесь кстати сказать за столом за этими двумя столами сидит восемь человек. Из них трое взрослых. Как вы можете заметить. Вот одна женщина и два мужчины. Двое мужчин. Вот ну вот мы эту картинку в дальнейшем будем так и использовать. Когда мы будем говорить о процессе воспитания через взаимное обучение. Вот эту посадку за столами я его тщательно он много вариантов нарисовал пока получился такой нужен. Ну кстати давайте я уже на ваше внимание обращу что долго ему пришлось объяснять что столы не нужно сдвигать слишком сильно а достаточно всего на одну треть раздвигать чувствуете да вот и художник удивлялся так много подробностей чисто технологических в этом процессе вот и его пришлось изображать на рисунке все эти подробности что именно через уголок надо сидеть вот что у столов с боков не должно быть закрытых стенок чтобы кто сидит со рта стола было удобно ноги туда засунуть эти все подробности это мелочи вроде бы а в сумме они дают много чего сейчас туда дальше не пойдет хорошо слушаю вас снимать давайте картинку выключим я хочу сказать что у нас в общем-то ребята немного оживились было человек 9 наверное на занятия единственное они начали работать начали через слон и жираф посадила я их они делали за мы как раз тему делимости проходим всякую разную которую проходят в школе которую не проходят в школе и многие те кто регулярно ходят они прям уже у них от зубов отлетает это все они прям видят уже многие кто болел кто прогуливал или еще как-то получается по разным причинам отсутствовал они конечно чувствуются слабее и все вроде более-менее но дети периодически начинают вываливаться в эти телефоны они позанимались и пока там не обращая внимания или еще что-то там свои дела какие-то смотрят видят делают периодически я их возвращала но я понимаю что что-то не так и после занятия мы созвонились с Денисом и поняла что просто мотивации нет узнавать что-то новое дети сами не будут то есть у них нет необходимости в этом и я поняла одно что парное обучение это классная штука до тех пор пока ребенку не стало нужно и каким образом взять и создать эту потребность чтобы что-то пойти узнать подождите я не понял мысли парное обучение классная штука до тех пор пока ребенку не стало это нужно смотрите им не нужно вы удивитесь но детям не нужно подождите я тогда сформулирую вашу мысль по-другому я бы эту мысль высказал так когда ребенку захочется получать занятие парное обучение классное да а не захочется пока нет необходимости и просто проходить тему потому что мы ее сейчас проходим и им надо как бы усвоить вообще неинтересно даже мотивировал честно говоря в какой-то момент мне это наверное удивительно было вроде как и система есть и там какие-то бонусы какая-то история да вот я как раз попутно хочу спросить поскольку там у них вот эти внутренние слоны в виде внутренней валюты да вот этот вот этот инструмент он как-то влияет на вообще на детей на их мотивацию влияет но пока не сильно потому что дальше этих слонов у них пока ничего нет я сейчас Денису предложила сделать историю чтобы было видно сколько потрачено на обучение сколько получено от обучения то есть вот это статистик да во первых это один из способов введения бюджета то есть косвенным образом воспитываем в детях введение бюджета как навык такой делаем да то есть это такой менее такой способ и тут же они видят и работают с отрицательными числами причем независимо от класса они это будут видеть что столько ушло столько пришло здесь минус там плюс ну то есть это такая дополнительная но я поняла что пока детям не создаешь необходимость то есть я выдала вот одно задание буквально за несколько два или занятия или три я уже сейчас не помню мы решали задания были сложные и дети особенно те кто не ходил они вообще на эти задания смотрели и не знали с какой стороны подойти те кто ходил у них вообще проблем нет в самом случае с большинством единственное как выполнять то есть они понимают там делимости всякие всевозможные но допустим как выполнить конкретно это задание у них есть такое там буквально даешь короткие консультацию что делайте вот так и все и они идут дальше без проблем а в остальном все начали засыпаться что они не знают я говорю вот тебе теперь есть смысл пойти и узнать чтобы выполнить это задание и тогда он начинает идти я не понимаю как это и у них возникает вот эта потребность зачем мне вот с этой темой вообще разбираться то есть есть что-то что я не могу сделать потому что мне не хватает знаний и поэтому мне нужно идти есть часть детей это ходят у меня седьмой класс они тоже ко мне приходят они приходят с конкретными темами нам непонятно это я хочу спросить перед этим у меня вопрос возник вы сказали такую фразу что у детей возникает потребность я все-то не понял какая в чем решить задание а задание они решить не могут потому что они не знают чего у них потребность решить возникает она или она их останавливает потому что я дала не смотрите я дала все решают а он не может потребность что у него потребность в помощи да но только это не будет я тебе расскажу как решать это задание нет если он не понимает я допустим могу подойти и сказать вот это задание на делимость 2 и 3 там например и разберись сначала подкидывайте подходящий инструмент прямо под правую руку и допустим да я могу сказать у тебя вот здесь вот это хромает то есть понятно что у меня не все стопроцентно будут такие смотрите вы мне вот что напомнили наверное я должен это сейчас поговорить я когда вот преподаю геометрию например да ну и математику тоже даже и физику кстати везде одинаково я говорю я вывожу их в рефлексивную позицию каким образом я говорю вот слушай помнишь мы предыдущую задачу решали мы применили взяли к этому треугольнику снаружи прорисовали внешний угол давай мы это запишем как прием что исходную задачу мы можем как-то модифицировать и будем говорить один из приемов это модификация задач ну давай я ее конкретизируем эту модификацию и опять я сейчас по памяти расскажу ребенку я не этими словами говорю в конец я говорю смотри давай мы вводим список приемов представлять значит смотри можно снаружи фигуру прорисовать это один прием можно внутри прорисовать дальше что можно прорисовать можно линию провести это еще один можно проводить окружность например это еще когда ты вот так заходишь такой тупик вот когда ты не знаешь куда тут скнуться ну и типа вот как у вас сейчас там приемы признаки делимости использовать можно их по отдельным признакам заложить а можно сказать вот есть инструмент такой общий признаки делимости использовать или там на решение пропорции правила использовать понимаете то есть в чем тут дело у детей абсолютно нет представления о том что есть набор способов как вот у меня на полке лежат инструменты такая пилочка такой напильнич такое сверло они про это не думают они просто тупо смотрят на задачи смотрите я хочу сказать так сказать оправдать детей не потому что они не знают и потому что они там где-то не хватает им умственных каких-то способностей самое что интересно от них никто никогда этого не требует ну да конечно и поэтому они этим не владеют что вы можете способами разные они еще мало того решат своим способом а учитель придет не надо мне так ты списал я тебе показала другой способ почему ты взяла этот способ не имеешь права отшибают вот этим таким отношением я понимаю почему они так делают они уходят от ГДЗ у нас дети списывают массово с ГДЗ поэтому учителя пытаясь как-то там ограничить вот это списание придумывают свои способы чтобы как-то сделать массу неудобства чтобы дети начинали думать каким-то образом у меня ученики тоже многие говорят нужно сначала написать дано двоеточие обязательно если двоеточие нет учительница ругается я сейчас может быть утрирую немножко и писать что дано надо не справа от слова дано а под ним а потом черта найти тот вопрос да вот а потом слово должно быть решение если этого ничего нет это на бал снижается и так далее вот этого они что делают я хочу сейчас сказать как я понимаю зачем они учителя это делают им нужно хоть как-то тех кто ниже среднего научить и поэтому они вот эти вот рельсы и делают они заставляют весь класс по этим рельсам бежать и это облегчает задачу учителя вот но ухудшает вот то чего мы с вами обсуждаем смотрите они не просто это делают зачастую им же нужно научить детей вот оформлять задание ОГЭ то есть там есть требования если ты оформил неправильно у тебя могут не зачесть ну да ну да естественно учителя пытаются это не в последний момент делать перед самими экзаменами а уже в процессе сразу приезжая вот к этому порядку может быть в этом и правильно ну как бы уж конечно там когда вот такие вот точек я бы хотел вернуться к процессу о котором вы рассказывали который у вас происходит меня там интересовало вот что вы все время несколько раз повторили что там те кто ходят у них там от зубов отлетает вот а вот влияние этих кто ходит которые уже освоили и сам сервис и как-то уже процессы в какой-то мере начинают нравиться вот это эти ребята они влияют как-то позитивно на остальное как бы сказать точно пока что наверное так не могу потому что именно так сказать из-за того что они хорошо соображают что чтобы другие тоже хотели нет я не вижу этого напрямую все равно происходит парная работа сама происходит она мне вот последний раз она не совсем понравилась потому что дети начали они какой-то вот передают кусочек один они не идут за следующим то есть вот они передали и все разошлись сами по себе и если я не отследила что они занимаются не тем они сидят и занимаются хорошо тогда я как технолог спрошу а листок учета ведете а листок учета да поставлены галочки но они понимаете сразу не ставят вы поставили ой нет мы забыли нет вот смотрите вот здесь вот роль наставника особенно вот ну это все время так в любой работе бывает в начале как-то надо чуть-чуть их за руку поводить то есть когда вы видите что пара вдруг это перестала работать я это знаете как называю у наставника развивается дирижерский слух это значит что он там в оркестре с 70 инструментов может слышать фальшь каждого отдельного инструмента ну а в парной работе там намного проще шум от работы в паре когда шум идет по делу он имеет определенную тональность как только тональность это меняется слух тренированного наставника сразу обращает его внимание туда он проходит и говорит так закончили пойдемте к листочку учет понимаете я это поняла но смотрите я в этот момент передавала ребенку кван ну навык да квант не суть важна так сказать какую-то часть знаний так сказать ну я это самое сразу беру свисток в милицейский свищу и говорю так Миша Коля сюда вот листок учета давайте делайте ну чтобы не отрываться от того человека с которым я работаю у вас свисток то хоть появился мне дочь подарила самодельный такой берестовый интересную штучку но он свистит нет он не свистит он гремит а он у вас с тобой а я сейчас посмотрю у меня просто два один ну давайте я сейчас паузу сделаю пока вы а прям близко ну-ка как он гремит никакого звука нет как нет уже я не слышала ну и ваш голос я слышал хорошо я не знаю еле-еле а около микрофона если я не знаю где у меня микрофон у меня компьютер скорее всего внизу экрана так лучше нет ничего не слышно тогда я не знаю где у меня ну ладно а на занятиях то вы начали что-то использовать коробочка из бересты внутри там что-то насыпано не знаю что это мне дочь это очень здорово оригинально у нас просто есть курсы не курсы кружок по бересте у меня дочь туда ходит с подружкой вот они мне понаделали такие штуки одно здесь у меня дома другая там понятно ну это самое купите себе спортивный судейский звездок вот у меня есть такая птичка если в нее воду налить она начинает вот так у меня тоже вот то есть смотрите вот такой вот элемент вот такая птичка или что угодно она дает некоторую зиму дети уже идут на это занятие не просто как на занятие а что там Тамара Владимировна в свисток свистит как-то необычно понимаете и еще что-нибудь вот на это это же ребенок он не идет на то чтобы знание получать вообще нет мы знаем с вами там один чтобы из дома уйти потому что там ему никто в форме другой потому что у него там девочка которая ему еще что-то такое вот все это мешанина из всего вот поэтому свисток очень важно и может быть даже два разных свистка чтобы дети тренировались по-разному реагировать дрессировка самая обычная один свисток приказ ну-ка марш сюда все заткнулись что-то вот такое и тогда у них это вот начнет эмоциональная формироваться и им здесь будет хорошо и хотеться будет ну ладно это мои фантазии дальше сами фантазии и так я понял что во время работы в паре азарт того кто его имеет другому не передается азарт не передается пока что не передается потому что есть пара я хочу спросить пара листок учета а вот я все жду когда вы мне пришлете сканер копию я именно подчеркиваю не подку а сканер сканер чтобы засунуть можно так вот где цветные отметки есть такой есть хочу очень на работе и как бы там они остались не я понимаю что сейчас нет немножко обо мне позаботьтесь ладно хорошо расскажите вы говорили еще что-то потому что вам два цвета для отметок не достаточно да третий а третий про что был цвет я пытался вспомнить не смог а насколько ученик учится у ученика учителя хорошо с интересом а то есть это уже я вспоминаю теперь это отмечает уже не сам кто про кого речь а про него отвечает другой про друга ну да то есть если я кому-то объяснял а у этого не было интереса я ему рисую ну либо ничего не рисую либо хорошо рисую а ну да что у него был интерес да вот ну да ну тогда этот цвет должен иметь вполне определенное название конкретное конечно сформулированное чтобы они знали что вот если такой цвет есть он означает следующий точно конечно а у меня там внизу написано это такой-то цвет это такой-то цвет очень желаю иметь вот эту фотку и если и если бы эту фотку вы вот к нашей следующей встрече имели в своем компьютере могли вот так демонстрируя экран показать как я покажу картинку то это было бы очень хорошей иллюстрацией к нашему плану разговору посмотреть прям очень любопытно вот вот учительница которая в Башкирии Сидикова она прислала мне листы опорный конспект детей которые конспектировали в виде опорных конспектов параграфы пара в том языку вот и там в цвете все понимаете там много цветного разноцветного такого сякого вот и ребенок когда считает параграф пара в том языку он занимается переводом на этот вот тайный как она им подсказала пиратский язык и каждый ребенок чувствовал себя творцом что он создает свой личный пиратский код вот вот все эти приемчики вот они все надо использовать вот да ну ладно вот поэтому пожалуйста вы думайте про листок учета вот и все таки давайте попробуем осваивать начнем личные дневники вот кстати мне что-то такое Денис говорит что вроде там в сервисе это есть ну нет личного дневника там нет там есть личные те дипломы которые ребята заработали они у них хранятся в виде списка то есть это у них есть то есть по этим дипломам можно увидеть какие навыки они приобрели да мало того у них эти навыки периодически проверяются я вот девочка я просто почему я активно все равно передаю кому-либо что-либо через этот сервис во-первых тестирую сама лично работая в нем и понимая там какие нюансы и вот у меня девочка пришла у нее там все делитель ее все время программа хочет отправить делителем два навыка я ей передавала и два навыка он ей еще старую тему пытался проверить она можно уже все я уже это знаю я уже рассказала ну понятно вот теперь смотрите давайте вернемся к слонам внутренней валюте этого сервиса чуть-чуть прикоснемся к этому ладно вот значит у меня есть большой интерес к такой валюте я много чего ну собираю информацию разную вот и считаю что в парном обучении должны быть эти слоны обязательно вот но сейчас у меня вот какой вопрос а давайте еще все-таки сфантазируем сами именно сами потому что мы не можем ждать от Дениса пока он это что-нибудь предложит ну дай бог что предложил конечно вот но возможно мы раньше него что-нибудь вырабили практически а точнее даже не мы а дети ваши но им надо какое-то дать зерно кристаллизации чтобы они начали в эту сторону все-то фантазировать как бы эти слоны используют в жизни ну они уже сразу говорят а можно родителям это пожалуйста но опять же за что платить и сколько платить почему я с одной стороны и сказала причем тут родители что имеют ввиду дети пока что я допустим столько заработал чтобы мне родители как-то там проспонсировали это дело то есть если я сегодня на занятии получил сколько-то слонов да не слонов а навыков но они измеряются эти навыки в слонах пока нет но смотрите как они измеряются они договариваются подходит ученик к репетитору подходит и говорит я хочу такой навык хорошо я тебе заплачу 80 слонов за это то есть он у них покупает но пока эта информация нигде не отображается он ему переводит 80 слонов за полученный диплом все замечательно они договорились подожди как нигде не отображается а у репетитор отображается отображается только списание слонов и все пока что никакой истории нет вот об этом я и с Денисом разговариваю чтобы отображалась вот эта история перечислений что я перечислил слонов столько-то получил столько-то я очень удивлен мне казалось что там это точно есть пока нет пока нет то есть сами слоны там есть я вижу допустим я перечисляю детям слоны я вижу что у меня списываются но сколько я перечислила я могу только там запомнить Денис говорил что каждому учебнику выдается 350 слонов ребенок может на них покупать навыки правильно смотрите все гораздо проще Денис начислил мне как учителю слонов детей ноль слонов у всех кто только зарегистрировался там ноль слонов я им даю эти слоны ну допустим я перечисляла им по 500 слонов те кто только зашел да ну там еще бывает они по 10 раз заходят в одни и те же разные аккаунты поэтому обнуляется но вот этот сейчас момент мы еще решаем как это чтобы было чтобы не обнулялись приходится еще раз им перечислять и опять заново зарабатывать эти дипломы ну и вся остальная история то есть это чисто технически пока что момент а так у них нулевые и я им перечисляю эти слоны и тогда у меня возникла идея дайте пока не забыл скорее дайте сказать у меня идея возникла значит и вот когда вы перечисляете эту сумму и она у ребенка если он ее расходует понятно да приходит к вам и говорит а вот у меня кончается а вы говорите а мои проблемы иди зарабатывай не секундочку а он приходит и говорит Тамара Владимировна перечисните мне еще 500 нет а вы ему говорите вот если вот это сделаешь перечислишь столько нет я говорю иди и зарабатывай нет смотрите вы его пускаете в то же самое плавание в то же самое пространство кванты туда-сюда а во внешнем мире есть еще что-нибудь я сейчас буду фантазировать от фонаря дело в том что эта валюта начнет играть жизненно важное значение только тогда когда мы определим курс конвертации в обычный ну я грубо скажу на экономическом языке в действующие здесь валюта то есть в рубли но можно конвертировать не обязательно в рубли то есть можно примитивно дай мне 100 рублей это я тебе дам три слона вы от фонаря назначаете от фонаря нельзя это делать нужно обязательно должен быть ресурсы вот сейчас да да пожалуйста я с Денисом тоже Денис тоже мне говорил что нужно как бы ну чтобы рублями деньгами как-то простимулировать детей я чисто педагогически смотрю на этот вопрос и если мы планируем эту систему внедрять допустим на широкие массы я не совсем готова именно эту систему обкатывать через деньги потому что обучение через деньги это не погодите погодите тут не идет не были завязаны реальные деньги когда вы говорите я не совсем готова обкатывать через деньги я совершенно уверен в том что у вас есть какой-то может быть не очень четко прописанный понятый или сформулированный образ как это может быть и вы против вот этого чего и вот так имеете в виде такого смутного какого-то чего-то у меня четко есть понимание что учеба за учебу платить нельзя да я согласен с вами никаким образом так вот как это выглядит вот такая плата как вы себе ее представляете так делать нельзя я согласен но теперь надо поработать с этим представлением вашим или моим неважно давайте поработать уже конвертация не означает конвертировать заработанные слоны в рубли не совсем нет я сейчас приведу такой боковой пример это для меня трудный вопрос он не только для меня трудный он вообще нигде в мире не решаем понятно да то есть например я знаю что в Иркутске есть внутренняя валюта добрых услуг если я помог чьей-то маме там что-то она за ней поухаживал купил ее в магазине или домой пришел что-то сделал да я получаю вот эти рубли доброй помощи теперь я этими рублями могу кому-то заплатить кто поможет моему папе который там где-то где меня нет понятно да вот то есть здесь внешней конвертации такой нет она получается как бы натур обмен услуга обменивается на услугу но промежуточно есть внутренние деньги да но во внешний мир выходит только вот в этом ограниченном виде у меня сейчас знакомый в Народном Институте Развития он участвует его пригласили ну в команду разработчиков внутренней валюты Брикс не пугаетесь ладно ну у всех на слуху сейчас Брикс вот сейчас в этом году Россия там председательствует в этом Бриксе там главный саммит Брикса пройдет в Казани а в Казани у меня партнеры в Алимпетиске понятно да ну и так далее вот и его пригласили разрабатывать валюту Брикса вот ту которая вместо доллара понятно это очень серьезная задача конечно а человек про который про который я говорю фамилию его фамилия Эдуард Владимирович вот он как раз и делает вот этот Народный Институт Развития ну и я немножко вместе с ним и другие люди вот значит он разбирается в этом и там у них возникла идея что обеспечением этой валюты знаете что будет это вообще фантастик Джоу скажите пожалуйста что вы измеряете в Джоуле ну если не изменяет память энергия да конечно да понимаете вот такая вещь вот Джоу да кому это в голову придет вот поэтому вот если у тебя есть ресурс ты можешь напечатать валюту в этом смысл конвертации если ты сделал что-то ты можешь теперь в эту систему внести хоть слоны хоть что понимать вот и соответственно то что мы делаем в жизни какой-то поступок или что-то вы можете это обелечивать или как оплачивать слонами ему на счет не только заработок за счет передачи навык это как бы такой очень моно такая штука жизнь она более многогранно давайте у меня дети старшие классы просто у меня праздник проходил для начальной школы с первого по четвертый класс а шестиклассников я пригласила помочь мне обслуживать вот это все мероприятие где-то фотографировать еще что-то делать и в общем они у меня говорят а мне будут слоны за это будут тебе слоны за это то есть они о смотрите смотрите вот у нас например как бы сделали получается а вот теперь смотрите я притянусь до опыта 161 школы города Зеленогорск Красноярский край значит там он был я надеюсь что и сейчас есть но пока я два года сотрудничал с ним у них был группа управления учебным процессом вот дети создали сами не спрашивая разрешения директора и так далее вот именно парным обучением и вот они примерно раз в 3 месяца собирались садились в кружок и оценивали независимо то есть каждый оценивал каждого то есть если нас собралось 15 человек то я оцениваю 14 человек понятно вот по вкладу в работу этой группы управления учебным процессом вот и табличка это была фантастическая вот а делали как ведь я не знаю вот сидят 14 человек я за ними что каждый день ходу и смотрю кто что делает это нереально поэтому мы исходили из того что никто не знает что тот делает а как это оценивает очень просто каждый говорит я вот считаю что мой вклад такой-то был за эти прошедшие 3 месяца я вот то сделал я вот все сделал да а кто-то кто знает подсказывает а ты вот еще вот это делал помнишь мне очень понравилось типа да слушайте это такой социальный взрыв когда эти дети это проделали первый раз а там присутствовал конечно наставница вот у них у всех были глаза на лбу от результата потому что они сказали мы так много друг от друга узнали за эти полчаса понимаете да поэтому я не знаю там было ли это у вас реально сделать или нет но вот эти дети сели бы в кружок которые помогали вам там 5 человек или 4 человек это не важно и вот такую бы взаимооценку провели и на бумажку а делали как вот все 15 человек есть пишут список и каждый молча проставляет каждому отец а потом сдают все листочки оператору и оператор вносит табличку ну обычную экселестку у меня табличка есть а они собирались трениров там где-то осенью потом после января и к весне понятно за год получил вот ой слушайте это просто вообще а вам прямо бог велел превратить эти оценки в слоны и вы такая схема а как превратить дела в слоны ну вот думайте вместе с детям в росте это они лучше что-то с вами приду а мне сейчас вы сказали про оценку другими детьми а у меня вспомнилось когда мы делали осмысление в школе щетинина ну не в школе щетинина а как сказать верно то это методика школы щетинина мы тогда находились в весной экспедиции и каждый ребенок вечером каждый вечер осмысляли что было за день и что у него сегодня получилось и каждый ребенок вспоминал о себе что он сделал самое что интересное здесь не влияло чье-то мнение вообще то есть кто-то там говорил да ты то-то сделал он там ну он мог не считать это важным или еще что-то а для себя он выделял очень важные какие-то например там у нас была девочка говорит я перестала бояться там пауков до того даже доходил ну она там пятилетняя или шестилетняя была совсем маленькая девочка и он говорит я перестала вот наконец-то плакать классно совершенно восхитительно кто-то там я сегодня наконец-то узнал что такое Х ну как вариант я уже сейчас не помню там много было ребят и вот эти само так сказать я бы знаете можно я сейчас у меня есть идея как переложить это на вашу группу последние 3-4 минуты вы говорите так ребята ну там подведем итог сели в кружок и у вас детей же мало это быстро можно сделать то есть на орг вопросы уходят мало времени вот а после тренировки на следующий раз вообще будет мало времени поэтому сели и говорим ну например можно вопрос так поставить чем я сам себя сегодня порадовал или чем я могу вот гордиться перед мамой за сегодняшнее занятие вот или чем я сегодня был удивлен подобные вопросы такого качественного свойства их можно задавать вот а вы просто сидите записываете сразу в балла в этих слонах и прямо вы даете прямо за компьютер можете сразу начислять а да о самое главное пропустил и вы спрашиваете ребят ребята за это дадим слонов ему вы поймете что дальше будет а сколько дадим конечно и все и вот это коллективное решение что вот примерно столько так ну вы можете себе взять право окончательно решать когда там ну разная скрича столько дать столько дать а вы говорите даю столько все да вот пока временно потом нужно будет эту функцию от себя все от но пока если будет разногласия вот и вот вы вот рассказали что вечером подводили итоги это чисто коммунарское правило я был в лагере где я был воспитателем я это правило сразу же взял с первого же дня и мы вечером подводили итоги вы выбирали командира на следующий день вот и такая битва была быть командиром на следующий день я вам скажу то есть это чисто коммунарская работа капец ну у нас 10 минут давайте сворачиваться не будем на следующий вот ну это все радостно значит давайте такую себе задачу поставим что подумаем вместе с детьми вот хотя бы вот этим чтобы мы последнее обсуждали последние несколько минут занятия чем я сегодня такое сделал и переводим это в слоны это со всех сторон очень восхитительно и рефлексия здесь воспитывается навык этот и значит соответственно публикация своей работы то есть это театр чисто то что артисты получают обратно в виде аплодисментов вот вот этот эффект ну и конечно слоны и самое главное для меня это вот практика конвертации ооо это вообще феноменально вот ну вот да ну вот у меня такое предложение давайте на этом затотимся и попробуем к следующему разу хоть что-нибудь вы мне расскажете как вы это попробовали ладно хорошо ну мы же понимаем с вами что никаких клятвов вы мне не даете в том что вы это обязательно сделаете если не сделаете ну и фиг с ним хотя конечно алкоголь поэтому все у нас тут с вами очень гармонично вот так ну ладно у вас какой ситок от нашего разговора ну наверное все-таки вот то что слонов все-таки раздавать единственное я хочу подумать немножко над механизмом как это раздавать и за какую рефлексию допустим у меня сейчас хочется простимулировать их количество получения вот этих навыков потому что пока что оно маловато и они не стремятся как-то их больше заработать ну смотрите посмотрите я вам очень просто скажу у вас же например вот у вас было 9 человек да вы говорите ну список на доске и говорите кто сколько получил ставите цифр и раз раз есть ну смотрите один-два навыка один мальчик активно кого-то учит он уже второй раз вот уже он прям долго он я вижу там я не знаю опять же я девочку как бы она мне не была долго-долго и вот он ее взялся учить и я прям видела он ее прям вообще весело с ней нет давай тебе вот так я не понимаю я не понимаю он ее еще там начинает то есть он мне понравился в этом плане но он сам не получает никакие навыки хотя ему есть что тоже получить он говорит я вот это не совсем помню а вот это я как бы знаю но не сильно хорошо знаю ну вот смотрите наметилось то есть либо поощрять количество переданных да в принципе это надо же прямо в листок учета после работы пары записывать а у меня прямо написано кто сколько получил единственное кто сколько передал я не писала вот и это самое и первым там двум или трём слоны достаются а остальным всем нет можете с вами сказать одному там самому кто больше можете двум сказать посмотрите в свой кошелек слонов и оцените сколько давать и сколько призовых мест одно два или три или пять просто смотрите начнут копиться чем мне немножко не нравится вот это призовые слоны у них начнут копиться эти слоны и у них не будет потребности идти кого-то учить чтобы заработать кто-то например смотрите сейчас разделяется мне несколько любят кого-то учить нравится мне смотрите за то что учил даете пять слонов а то что получил один вот и все один слон и вперед из песни смотрите что получается те кто учат им платят да им все время будет у них все время будет много у них нет потребности идти и учиться у них и так полно слонов а те у кого нет слонов вот они отучились им нужно идти кого-то учить а те у кого слонов полно они не идут к ним на контакт что у них хватает слонов противоречия явно да и вот это может спровоцировать зачем мне учить у меня и так много всего зачем то есть либо зачем мне учиться если у меня и так много то есть здесь вот когда мы с Денисом разговаривали он говорит понимаете почему много им не давать слонов что они у них заканчиваются и хочешь не хочешь тебе придется идти и учить кого-то как получится уже но идти учить а потом еще если плохо научил штрафы прилетят ну да да и кстати скажите ему чтобы там и минусы все учитывались у тебя с ванной кончились а тебе прилетел штраф обязательно должен быть минус конечно я так бухгалтерия по полной тут никаких повлажен ну это да я думаю что это как раз будет еще пока никто не заработал минусы у нас это время истекает последнего этого свитого в зуме значит я бы предложил вот мне больше всего понравилась тема о том чтобы коллективно делать афлексию и это поможет вам налаживать коллектив и соответственно снять с себя роль вот этого выдатчика этих флонов решать кому что давать поэтому вы будете спрашивать коллектива вот за то что он сейчас рассказал там давайте мусланы или не давать коллектив будет меня не высказывать они станут соучастниками соправителями понимаете соавторами процесса вот это соавторство процесса это главный результат который должен доставник сделать разговор с художником буду объяснять следующий сюжет последующий сюжет знаете про что ой надо с вами обсудить это сюжет про то что человеку понадобился квант а никого нет кто может его передать и тогда придется к вам делать самому как в этом случае организовать работу у вас же таких случаев же не было еще правда не было то есть там все готовенько ну всегда у них есть я они ко мне бегут ну вот да ну ладно сейчас буду художнику объяснять у меня там порядка семи семи этапов семи рисунков семи рисунков да ну и это самое вот у меня еще такая мы еще с одним человеком обсуждаем текст самоучителя да я бы поставил галочку на следующий раз нам с вами открыть этот текст и попробовать вместе его писать ну в диалоге и реально писать я буду записывать на экране будет текст мы будем советоваться если мы там два-три абзаца напишем абзац это сто знаков то есть это маленькая точка это не вот такая портянка да то я буду очень доволен вот и получится самоучитель у которого много авторов понимаете вот то что мы перед этим с вами говорили что многогранное видение одного и того сразу в точек зрения сразу кочек зрения да сразу менталитетов взгляд на одно и то же он даст пользователям этого самоучителя офигенное применение ну ладно это уже другая тема давайте все еще попробуем совсем да спасибо всего хорошего всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok